Вы знаете, раз было принято такое решение, это необходимо, это жестокая необходимость. Весь мир столкнулся с этим, и мы тоже должны понять это и отнестись к этому серьезно. Пожалуйста, друзья, прекратите хотя бы здороваться за руку и одевайте вот такие маски. Вот так надо ее носить, я просто ради интервью вот сейчас слегка приспустил ее. Это не прихоть, это необходимость суровая. Мы видим, что он полыхает во всем мире, и все наши соседи уже имеют коронавирус. Он вошел к ним, и теперь вошел и к нам. Я полагаю, просто есть математический расчет разрастания коронавируса. И Акимат во главе с Акимом не могли принять другого решения для того, чтобы локализовать ситуацию, для того, чтобы минимизировать количество контактов. И я сам буду сейчас жить на даче и призываю всех людей жить дома, в квартире, на даче, у кого есть, стараться не выходить на улицу. Я понимаю, что это будут неудобства для тех людей, которые живут в области и приезжают сюда на работу. Но иначе никак, иначе последствия могут быть катастрофическими. Друзья мои, верьте официальной информации. Верьте информации, где есть видеокартинка того же Акима, который говорит о том, что происходит. Заходите на официальные сайты. Не пересылайте эту фейковую информацию, губительную для психики человека. Вы отправляете ее самым близким людям. Вы думаете, им лучше будет после того, как они получат кошмары, которые на самом деле фэнтези. Почему-то злому умыслу человек получает удовольствие, кайфует от того, что другие страдают, умирают и готовы выброситься в окно. Но не надо копить фейки, не надо собирать этот мусор. Будьте немножечко мудрее. Я журналист, я и то порой вижу, у меня есть соблазн, но я себя останавливаю. И вы останавливаете. Ни к чему это, ни для вашей психики, ни для ваших близких это ничего хорошего не даст. Вы знаете, ну, мне кажется, нужно находить их. Находить и строго наказывать. Будет одно уголовное дело, будет один прецедент, этого будет достаточно. Если все СМИ об этом расскажут, все блогеры об этом расскажут, это очень сильно может охладить вот такие умы нездоровые. Паника в больших городах может привести к самым ужасным катастрофическим последствиям. Это давки в магазинах, да, это пробки, это нарушение правил дорожного движения. Я видел города без власти, я видел, к чему это приводит. Поэтому давайте не допустим этого. Это страшно на самом деле.